Наполняется абсолютно чистой водой, горной. Печально, что все это сейчас в таком состоянии. Здесь бы облагородить, доводить экскурсии. Здесь, скорее всего, имя и отчество. Как будто что-то было замуровано в стене. Смотрите, вот она, вырытая кладка. Мы нашли вот подобную плиту, как будто бы от надгробия, друзья. Здесь больше не изучать те голоса, тех людей, которые здесь все это устраивали и облагораживали. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Крымские выходные. И это я, Валерий Слав Терещенко. А это мой приятель Володя Подолагов. На этом канале, друзья, мы ходим в походы по Крыму, изучаем интересные места и красиво отдыхаем. В общем-то, показываем наш любимый Крым, как проводить на нем хорошие выходные. Сегодня, друзья, будет очень интересный выпуск с историческими местами города Севастополя. Мы посетим вот такие вот интересные тоннели, посмотрим замки и старые катакомбы. Так что не переключайтесь. Традиционно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и погнали! Друзья, мы находимся в поселке Дальнее, и здесь вот такая есть достопримечательность. Это вот такой тоннель под железнодорожным поводном, который был построен в 1875 году. Вот, таких тоннелей, друзья, было 6. Друзья, информация об этом месте властит о том, что это место было построено в 1875 году, в то время, когда была проложена ветка от Симферополя до Севастополя. Вот. Это место находится под путями, которые для того, чтобы этот тоннель, в общем-то, служил в гражданских целях, чтобы здесь был пешеходный переход, вот такой вот автомобильный проезд. Кто-то говорит, что на Бикензевые горы, кто-то говорит, что здесь было какое-то поселение у южного портала, вот в которую сторону мы сейчас с вами движемся. Но достоверно так и неизвестно, друзья. Посмотрите, друзья, какая атмосфера, находясь в этом тоннеле. Конечно, GoPro плохо снимает в темноте, свет фонаря слабый Владимира. И вот он, северный портал, такой с ужиной. Грязь, конечно, сегодня у нас дожди в Крыму идут. И вот он южный. Друзья, длина тоннеля 30 метров, ширина его 2,5 метра. В общем, фундаментальное сооружение тех лет, которое сохранилось. Знаете, некоторым покажется, что это какая-то Абхазия, но нет, это Крым, друзья. Вот такое интересное место есть у нас. В общем-то, красотища. Друзья, очень сильно удивляет отделка этого тоннеля. Она сделана из местного инкерманского известняка, как и, в принципе, все старые строения в Севастополе. И эта отделка служит очень прекрасной гидроизоляцией. Она, так знаете, красиво выполнена, что чувствуется дух старины. Качество работ, конечно, восхищает, ведь тоннелю 150 лет. И это по-настоящему фотогеничное и интересное место. Я бы сказал, в межсезонье, наверное, прям очень популярное, так как здесь мало листвы. Вот. И очень красиво смотрится в зимнее время. Но смотрите, как здесь хорошо и в летом. Такие вот джунгли на выходе. Друзья, уже все запачкались. Грязь просто. Сегодня дождь лил всю ночь. Непогода у нас сейчас. Поэтому отправились изучать, друзья, по старинам. Будем сегодня смотреть с вами интересные объекты. И вот такой вот свод. Сверху же Д ветка. Называется остановка 1518 километр. Вот. А эта дорога, вот указана большая Севастопольская тропа. Эта дорога шла, вот как будто бы для гражданских, в сторону какого-то поселения, либо в сторону Метнидзевых гор. Я так и не понял до конца. Ну вот, видно. Да, вот дорога выложенная. Но в настоящее время она не используется. Следов никаких проезда машин здесь нет. Здесь только туристы, такие как мы с вами, чтобы сфотографироваться, погулять по этому замечательному месту. В общем, одним словом, я всем рекомендую, кто живет в Крыму, если вы не знали об этом месте, обязательно сюда приехать, вот в такой мост. Возможно, в пасмурное время посмотреть на такую красотищу. Друзья, на самом деле эти места очень страшные. Здесь шли ожесточенные бои за Севастополь. В общем-то, здесь недалеко от нас есть мост железнодорожный, который сначала наши войска подрывали. Позже он отстраивался немецко-фашистскими захватчиками. И потом его тоже так же подрывали. И здесь идет, по-моему, балка минометная дальше. Здесь также шли глубочайшие артобстрелы, перестрелки. Здесь очень много окопов, в общем, места воинской славы. Здесь много памятников наших солдат. В общем-то, здесь много памятных вот таких вот мест светлых. Ну и, друзья, после того, как прошел дождь, уже буквально, наверное, третья... Сейчас я вам покажу. Третья находка за прохождение этого тоннеля. Просто непрерывно выпадают вот такие вот остатки. Осколки, пуль, снарядов, осколков, в общем-то, от мин. Вот, друзья, даже целое что-то, видите? Здесь шли возле этого тоннеля ожесточенные бои, друзья. Представляете, весь тот страх войны. Это тоннель видео, друзья. Вот такое умиротворение, друзья. И по дороге попадаются порой такие находочки. Монета, друзья. Ну, уже ушедшей эпохи. Не самой удачной для Крыма эпохи. Не самой счастливой. Даже говорить об этом не буду. В общем, монета. Вадимир Намизмат. Держите. Друзья, сейчас сверху над нами идет поезд. Можно слышать и представить. Конечно, не с таким звуком, как раньше, в 19 веке. Здесь также ходил поезд над этим тоннелем. Пение птиц, тишина такая. Ни одного человека сегодня здесь нет, друзья. Только мы с Вадимиром. И такое красивое и загадочное место. Такая, знаете, еще непонятная здесь вмятина. Для чего сделано было, конечно, я не знаю. Но следов каких-то, знаете, там, коммуникаций, освещения здесь тоже так же и не видно. Видимо, просто обычный был такой тоннель с Сан-Германского камня для проезда. Такая. 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 Понятная сия Друзья, мы уже с Вадимиром переместились на следующую точку. Буквально отъехав не более одного километра в сторону поселка Верхняя Садовая. Я не буду показывать, сзади нас находится ЖД-ветка. И здесь начинается дорога к Графским развалинам. Так сказать, среди местных наименований этого места Графские развалины. А вообще это урочище Кокораки, друзья. Вот такие, друзья, здесь заросли. Сейчас летом сюда непопулярно ходить. И на дальнем плане мы можем увидеть тот самый замок этого Графского поместья, друзья. Сейчас будем идти, я вам расскажу историю про это место замечательное. Это все древнее-древнее, друзья, поместье, где были виноградники, были поля, были хозпостройки, улицы, освещения. Но сейчас все это дело выглядит вот в таких вот зарослях, поросшие плющом, борщевиком, травой. И вот, друзья, перекресток. Слева у нас будет этот Графский бассейн, где выращивали форель, как на Юсуповском озере. И здесь, направо на наше поместье. Друзья, в начале 19 века на этом месте, нынешней усадьбы, находился обычный хутор. Контр-адмирала Андрея Корицкого. Откуда и происходило, так сказать, название этого места, дача Корицкопка. Перед смертью этот адмирал завещал средства на постройку в имя Церкви Преображения, руины которой сохранились по сей день. Храм был достроен и освящен в 1859 году. На его уцелевшей стене видны памятные доски, друзья. Сегодня туда прогуляемся обязательно. А новыми владельцами усадьбы стали представители греческого рода Кокараки. Они происходили из города Спарты, того известнейшего города Греции. Ой, такие заросли. Так вот, к началу Крымской войны поместье владел капитан 2-го ранга Андрей Христофорович Кокараки и его жена. София Самуиловна. Она, кстати, умерла в 1886 и была похоронена здесь, возле храма. Сегодня также поищем это кладбище. Вот такие просто джунгли, знаете, еще крапива везде. Прям очень атмосферно и чувствуется место запущения, друзья. Кстати, возле этого храма возникло вообще, в принципе, семейное кладбище. Я могу, конечно, ошибаться, но, по-моему, на этом кладбище был и сам похоронен Андрей Христофорович Кокараки. Так что здесь довольно не позитивное такое место, а печальное запущение было. Супруги имели пятерых сыновей. Один из них, кстати, Орис Андреевич Кокараки. Он унаследовал имение и сады, которые находились рядом. Он служил, кстати, в Крымском конном полку и вышел в отставку подполковником в 1918 году. Он был расстрелян революционерами в этой же самой усадьбе. Прямо у себя дома, грубо говоря. А в советское время это место пришло в полнейшее запустение. И как мы сейчас видим, сплошная поросль. Вдалее видим этот фундаментальный замок 19 века. И только отголоски истории говорят о его величии. Кладка из каленого кирпича и инкерманский камень. Двухэтажное здание усадьбы именуется в народе графские развалины. Среди местных жителей. Очевидно, что в начале 20 века кирпичи, из которых сложен второй этаж, имеет клеймо, друзья, ФШ, фирменный знак предпринимателя Шталя. Который производил, собственно говоря, эту черепицу, кирпич. В устье реки Бильбек у него было производство. Возле дома здесь, кстати, сохранились остатки хозяйственных построек. Так называемый холодильник, который мы сейчас поищем. Вот. А вот, кстати, он и есть, друзья. Вот он, так называемый холодильник, где хранилась вся провизия у этой графской семьи. Как тебе вообще масштабы, места, истории? Печально, печально, что все это сейчас в таком состоянии. Здесь бы облагородить, доводить экскурсии. Ну, знаешь, кстати, вот без таких мест не было в этой загадочности этого всего. Если бы не уйдет все надписи современщины, я думаю, здесь бы вообще аутентично было бы довольно. Давай спустимся на низ, посмотрим, что там вообще у нас находится. Друзья, многие блогеры были здесь. Мы, признаться, хотели еще зимой сюда съездить, но решили... Ох, прям такая прохлада сразу решили летом, чтобы показать все это в зарослях. Как здесь все заросше летом. Друзья, сразу чувствуется дух того времени, 19 века. Постройка была очень хорошо продумана. Вот видим, кстати, арочный проход, который был здесь. И стояла, видимо, по всему дверь. Вот. Что-то железное было, прилегало, но его сорвали вандалы. О, кстати, керамика у нас здесь идет. Это черепица, видимо, от крыши. У этого хладильника, друзья, есть рубашка. Так сказать, вот она. Которая по технологии держала конденсатором. А тут такую температуру в этом месте. И зимой, и летом она здесь не менялась. Вот такой вот цилиндр под землей с крышкой. Кстати, фонарь у нас, конечно, сегодня не лучший. Ну вот видно, работа, кладка мастера. Кстати, летучая мышь вон висит. Она нас, по-моему, заметила. Такая крупненькая. Вот. И вот, если видно, луч солнца пробивается сквозь темень сюда. Вот такой лючок для вентиляции. Здесь вот так вот была провизия, продукты лежали. Так что супер просто. Здесь такая температура, сейчас комфортная. Я бы сказал, градусов, наверное, 10-12. Если она так сохранялась, я думаю, здесь как раз-таки круглый год можно было бы хранить различную провизию. Мышка прям крылышками вон махает. На нас ничего хоть белого нету, не сядет на нас. Она здесь одна, так сказать, в пещере в этой. В общем, супер место. Рубашечка эта. Она идет прямо вокруг всей этой постройки, друзья. Сначала был построен первый контур, а потом после чего второй. И сверху вот этот альминский, ой, альминский, инкерманский камень был сложен сверху. Друзья, раньше фасад был облагорожен. У него была красивая отделка, покрашенная. Вот. Здесь был балкон, где выходила жена Андрея Христафоровича. Аккуратно, Вадим, не упадите. Очень скользко. Вот. И здесь вот этот нижний ярус, остатки ступеней, арочный вход. Все мхом заросше. Здесь был вход в, так сказать, в коммуникации этого поместья. Была котельная. Скорее всего, может, какая-то кладовая. Ступеньки, смотрите, как сделаны. С поворотным вырезом таким. Для того, чтобы было удобно спускаться. А здесь уже в запущение, конечно, пришла эта часть. Ну, дожди все-таки идут. Друзья, надо быть аккуратным. Сейчас мы здесь походим, а потом пойдем наверх. Вот те самые кирпичи с клеймами, друзья. Я думаю, много здесь, конечно, их повандалили. Хотя можно посмотреть. На самом-то деле, может быть, тоже найдем что-нибудь. Но мы не будем вандалить. Мы просто вам покажем. Если будет клеймо, обязательно посмотрим. Так, вот тоже такой арочный, арочная комната. Фонарь, конечно, очень слабый. Все как будто здесь сгорело, друзья. Какие-то следы непонятны. А вот для подсветки я вижу следы. Видимо, для подсвечников, которые здесь горели. Видимо, не было электричества. Вот, и здесь, скорее всего... Кстати, смотрите, вот он с тех лет оставшийся вот такой штырь. О, он вообще хрупкий в стене. Видимо, какое-то здесь оборудование было котельное для отопления всего поместья. Скорее всего, я думаю, это было здесь. Ну, остатки стекол, я думаю, здесь еще с советских лет. Все это валяется. Мусор тот самый, за который мы постоянно говорим. Он повсеместно, особенно на заброшках. А это вообще историческая заброшка. Смотрите, как будто лисий ход какой-то. Как будто хотели достраивать что-то. Или что-то, возможно, кстати, искали. Да, Владимир? Как будто что-то было замуровано в стене. Смотрите, вот она вырытая кладка. Кладка вся отброшенная. И вот такая вот здесь дырка технологическая. Возможно, копатели, может, какие-то, друзья. О, Господи. Даже куски дерева вижу. С тех лет, которые, вот дерево кусочек, которые были при закладывании этого здания в середине 19 века, остались. Возможно, что-то искали, кстати, да? Вентиляционный. А, нет. Вот, скорее всего, и была котельная. Так как здесь выходили трубы сюда, друзья. Вот, скорее всего, они, да. И все эти кармашки. Все, все, все. Вот это вот. Кстати, интересный кирпичик, но он сломанный. Он прям зеленой порос. Мхом таким. Со старины. Друзья, одно окно, видим, замурованное. Видимо, еще с тех лет. А все остальное вот в таком очень плачевном состоянии. Здесь еще наверху можно походить, посмотреть. Ну, весь второй этаж. Они были, эти своды, деревянные, видимо, остатки. И все это просто рухнуло в один момент. И превратилось вот в такую вот заброшенную локацию. Такое вот некрасивое слово. Что некогда очень богатое поместье с садами. Вот здесь вот ниже, где мы начинали маршрут. С виноградниками, друзья. Превратилось вот в это. Вот, кстати, главный вход. Этот балкон, где, наверное, его жена выходила. И все вот так вот выглядит. Видим, еще с советских времен какие-то там надписи, друзья. Вот 72-й год. Что там говорите, Вадимир? Вадимир своим глазом, друзья, заметил здесь вот такую вот персонажа. Лягушечка. Маленькая такая лесная лягушечка. Не будем ее тревожить. Давайте пройдемся по этим комнатам. Посмотрим, возможно, какие-то остатки отделки. Может быть, какие-то интересные надписи найдем. Да и вообще, может быть, какой-то кирпичик погулять. Поэтому довольно нечастому, друзья, такому явлению, чтобы в Крыму были поместья в таком вот спокойном доступе. К сожалению, в таком состоянии. Но все-таки такого у нас мало. Еще есть пару поместьй, по-моему, на севере Крыма, я знаю, есть. Есть в поселке Ферстманово. Но там, по-моему, уже прошла реставрация. И поэтому туда уже так просто не попасть. Возможно, там как бы в ходе экскурсии можно будет его увидеть. Я могу точно не знать. Надо будет проверять информацию. А здесь, конечно, к сожалению, все вот в таком вот виде печальном. Друзья, с Владимиром нашли, видимо, керамический еще сток для канализации. Видимо, здесь был сверху санузел на втором этаже. Вот. И он выходил куда-то туда, в сторону. А здесь сверху мы заметили крючочек. Вот он маленький. Где висела батарея. И отапливался второй этаж. Кстати. А что это такое у вас? Вот он, этот крючок. Это тот самый крючок, который мы только что вот сверху видели. На который вешалась батарея, друзья. Ну, кстати, еще возможно освещение, всяческие люстры. Но это, скорее всего, да. Кстати, кованая еще, друзья, 19 века. Этот кусочек, именно, знаете, именно с этого места, с поместья, как о раке, именно отсюда этот крючок. Для этого дома он делался. Вот где-нибудь. Нет. Лучше, наверное, куда-нибудь уберем это. Пускай, как говорится, этот предмет останется в том месте, где он должен быть. А не где-то у себя, у кого-то там дома, друзья. А вот она, труба, выходящая с нижнего яруса, где мы с вами были. И ее вырвали вандалы, порезали. Наверняка она была металлическая. Вот она, друзья. Идет наверх, снизу. И здесь, видимо, возможно, была какая-то дверца или что-то еще для обслуживания здесь этого всего. Ну, тоже, видимо, видите, повырывали все эти кирпичи. В общем-то, вот так вот остались. И все. Тут, друзья, я, конечно, немножечко ошибся и выдал вам неверную информацию. Система отопления в дореволюционные времена в подобных строениях, да и не только, была довольно однотипной. В цокольном этаже или в подвале, в котором мы с вами только что побывали, как правило, стояла кирпичная печь. А от нее шли подобные вентиляционные каналы по силовым частям дома в разные комнаты. Такая система отапливала не только комнаты, а в первую очередь стены поместья. А это вырублено, которое мы с вами только что осматривали. Это, как ни что иное, был камин. То есть стоит полагать, друзья, что мы находимся в гостином зале, в котором можно было зажечь параллельно основной печи, камин и провести званый ужин. Ну, либо просто посидеть с фужером вина, глядя в горящие угли. У центрального входа сидит Вадимир, где когда-то заходила сюда аграбская семья. А снизу, смотрите, как она строилась все, друзья. Здесь вот такая воздушная подушка, помост из того самого инкерманского камня, а сверху вот и такой вот цельнозаливная плита, которая была здесь для входа. Это, скорее всего, сделано для отвода воды, так сказать, от осадков. Сюда в грунт уходила вода. Я, конечно, люблю пещеры, но сюда не стоит лезть. Смысла я в этом не вижу никакого. Просто обычная такая техническая прощелина. Ну что, друзья, походили вроде бы все. Сейчас будем смотреть дальше и искать церковь, скорее всего, возможно, кладбище и тот самый известный бассейн этого места. Друзья, я уже отошел от поместья и двигаюсь в сторону храма. И, друзья, смотрите, что мы с Вадимиром здесь нашли. Вот такой вот дуб. Этот дуб один из самых больших и старых дубов большой Севастопольской тропы. Этот дуб современник тех жителей той семьи, как Араки, друзья. Смотрите, по размеру нашего маленького друга Вадимира, какое в нем дубло и какой здесь фундаментальный ствол. Вообще пишется, что такие дубы, здесь неподалеку от нас есть еще один такой. Им больше 500 лет. И вот при... Можно представить, как при тех жителях это дерево здесь стояло. Друзья, на тот момент строительства здесь ЖД путей еще вообще не было. Здесь была дорога. У них были виноградники, поля, в общем-то, и вот такое замечательное дерево. Соответственно, всех вот этих вот тоже кустарников, деревьев здесь не было. Было разровнено и аккуратно все облагорожено. Ну, ищем дорогу к храму, а там будем смотреть, что еще здесь есть интересного. Друзья, поднимаясь выше к часовне семьи Кокараки, мы набрели на кладбище. В общем-то, не хотелось бы, конечно, такие кадры показывать. Здесь, друзья, абсолютно каждая могила разграблена черными копателями. Вот эти вот подобные лунки, это, видимо, некогда были могилки. Возможно, прислуг, которые ухаживали за этим поместьем. Возможно, каких-то работников. Ну, и, конечно же, самой семьи, друзья. Вот еще видим одну разрытую могилу. Дальше мы можем вот так вот пройтись. Здесь целый такой огражденный, видите, с плитой. То есть, по всей видимости, вот это семейное, так сказать, семейное захоронение этой семьи. Еще раньше мы заходили, там была калиточка. Вот, друзья, видим куски такой керамики. Здесь просто амфорной, по всей видимости. Здесь стояла ваза. И, в общем, вот в таком совершенно непотребном состоянии находится историческое место, кладбище. Остатки тех людей, которые здесь жили, которые здесь занимались хозяйством. Этих... Сами водельцы этого поместья. Как я уже ранее сказал, здесь был, скорее всего, и захоронен сам Христофор Покараки. Да, вот. Жена самого Христофора здесь захоронена. Я так полагаю, возможно, она была захоронена возле храма. Так что, эти черные копатели, друзья, это просто вообще какая-то нечисть. Могилу разграблять, это неправильно. А здесь еще, вот, они попадаются. Остатки, видимо, храма, друзья. Когда-то этот храм вел службы, но в 1934 году, друзья, по закону Советского Союза этот храм, вот мы на него выходим, был переделан в клуб. Как вообще, да, вот так вот, какие времена были абсолютно страшные, что место, где звучала молитва, превращались вот в такие вот клубы. Ну, все это знают во всем Советском Союзе, все такие вот места, храмы, часовни были использованы в счет поселков. Построен был в 1859 году, и уже в послевоенное время, друзья, был полностью разрушен тот самый, да, это был клуб. В общем, и пока что, как-то даже странно, знаете, обычно такие святые места все восстанавливают, но здесь еще до этого не дошло. Возможно, его когда-то восстановят. Где-то читал, что какие-то в общем-то, священнослужители, друзья, здесь приходят. Вот, поставили крест, его не было здесь. Вот смотрите, здесь, видимо, это при советском времени, здесь вот петля от дверей. Даже, наверное, скорее всего, еще с тех лет петля, друзья. Кладка альминская, вот эта вот, которую мы уже с вами видели. И вот здесь вот алтарная часть, иконочку положили, и крест. здесь когда-то я смотрел видео, был деревянный крест, его тут покрывали, морилочка, он тут с иконками был, но поставили металлический. Ну, возможно, возможно, друзья, когда-то дойдет дело более спокойное, мирное время до этого места, восстановят, возможно, бы какую-то часть этой усадьбы, сделают здесь турническое место, хотя, конечно, сложно представить, так как это место находится, так сказать, в отдаленности возле же деда путей, но все может быть. Вот видите, вырез от этих цветочков, друзья, он был в таком голубом цвете, то есть, храм был раньше весь в отделке, покрашенный красиво, друзья, и здесь, скорее всего, так вот возвышался над ним купол, и была красота. Вот такой семейный храм с семьей Кокараки. Друзья, вот такая картина здесь сбоку, и нас навеивают такие очень грустные мысли. Смотрите, мы нашли вот подобную плиту, как будто бы от надгробия, друзья, и, скорее всего, судя по отделке этого надгробия, это кто-то из семьи Кокараки. Вот, и она лежит, смотрите, на вот таком вот поясе, за поясом, разровненным. Вадимир утверждает, что, скорее всего, в советское время, когда здесь уже вместо храма сделали клуб, просто приехал трактор по большой севастопольской тропе, оттуда, и разровнял все это кладбище, скорее всего, так сказать, таких вот царских, да, людей Российской империи, графской семьи, на тот момент это было ненавистные люди на советской власти, скорее всего, да, на самом деле все могилы сгребли. Они же, которые мы с вами ходили, смотрели, выкопанные, да, вот тоже, смотрите, как будто какая-то могила разровненная. Скорее всего, это здесь и тела остались, а просто вот эти вот плиты, вот кусок плиты, друзья, там дальше маленький кусок, просто их вот так вот столкнули отсюда, и все, чтобы здесь ходили люди. В общем, самое страшное время было, это время перемен. Как кто-то говорил, не дай бог вам жить во времена перемен, друзья. Все это осталось в истории, но история это, конечно, все помнит. Буквально за крестом мы обнаружили еще одну надгробную плиту, и, друзья, больше пугающие. Смотрите, мы даже здесь разобрали Караки, скорее всего, Ко, Караки, и непонятно здесь, скорее всего, имя и отчество, друзья. И вот видим крест. Возможно, на видео сейчас лучше видно живую, конечно, не разобрать. Это кто-то, видимо, 1800, я вижу, 1800, да, и цифры вот стертые. Вот я вижу прям единица, вот она восьмерка, и здесь непонятно. Нужно будет посмотреть, в каком году кто-то умер. Ну, вот он, кто-то из семьи, возможно, сам Христофор Караки, друзья. А, возможно, его жена. Ну, это, конечно, история умалчивает. Но сама суть таких находок, друзья, конечно, просто поражает, что на этом месте очень такие депрессивные были события, где семья жива, сделал себе вот такой сад, а после чего их пришли, здесь расстреляли, и здесь они были похоронены. А они, когда построенный ими храм был просто разрушен и превращен в руины. Это, конечно, очень грустно. И, конечно же, возле святых мест, друзья, вот попалась находочка, видимо, основание от подсвечника с храма. Буквально вот на дороге все это лежит теперь. Оставим это здесь. И уже все вникло в историю осталось в коне лет. Идем, после дождика все намывает и все это прекрасно видно, друзья. Я думаю, здесь в случае чего даже ценного оно все покажется. Идя по такой по дороге, сразу представляется величие этого места и как здесь было раньше все обустроенное. Вся дорога закидана керамикой, а дорога ведет к тому самому озеру, где здесь выращивали форель, друзья. Здесь есть два родника, если я не ошибаюсь, и воды здесь довольно много. Сколько битых кувшинов за всю эту пройденную дорогу я уже не знаю даже. Просто сотни скорее всего. Ведь этому месту уже более 150 лет. Но история все помнит. Дороги оставляют за собой след истории. Все подобные находки, друзья, они увековечены в эти маршруты. вот уже видим. Потихонечку дорога просевается к лесу. Сейчас уже скорее всего мы будем подходить к этому известному среди местного населения прудику. Где-то вычитывал, что его называют Ясуповским прудиком, но это конечно же ерунда, потому что он похож на тот Ясуповский прудик, который находится за поселком Соколиное, но это совсем другое. Это прод семьи Кокараки, друзья. Остаток былой эпохи. Посмотрите, какое красивое озерцо, друзья. Дополняется абсолютно чистой водой, горной. Здесь кстати удивительно, что никого сейчас нету. Лето, сегодня конечно непогода, паспортно сегодня, облачно, но признаться очень круто тем, что нет жары сильной и можно вот так вот сюда прийти, преисполниться искупавшись в этом бассейне. Я даже где-то видел, здесь даже люди приходят зимой купаются, друзья. По всей видимости здесь они выращивали рыбку, вот у них здесь где-то была беседочка, они здесь отдыхали, везде дорожки, видим везде камни, в общем повсюду археологический слой того времени, везде остатки тех лет. А выше если пройтись, мы сейчас потом попробуем поискать сам родник, откуда впадает и откуда идет начало вот этой вот трубы, друзья. Ну давайте отдохнем здесь. Друзья, пройдясь выше можно выйти на начало этого родника, который бьет из-под вот такого домика, друзья, сделаны тоже, скорее всего, семьей. Некогда здесь была даже дверца видим латвии, было облагорожено, шла-тропиночка и ручейком набиралось это озеро ниже. Смотрите, я немножечко залез, здесь вот такое вылитое помещение, смотрите, идет труба, сама водичка идет, видимо, вот с того первого колодца, здесь такая небольшая ванночка набранная, вода просто прозрачная, чистейшая, друзья. но холодная очень, так как она горная и вот второй домик, где только что я сидел, отсюда, видимо, и бьет источник, его вывели еще в то время, провели трубу, ну, современную уже, вот, и, видимо, здесь сначала берет этот родничок, друзья, просто невероятно апосферное место, вот такие вот камни, поросшие мхом с таким вот плющом, друзья, навеивают они когда великом месте и только след истории здесь осталось и больше ничего, здесь больше не изучать те голоса тех людей, которые здесь все это устраивали и обогораживали. Невероятно, я думаю, такой маршрут, друзья, просто необходим каждому. Вы можете пройтись так, как и мы сегодня таким вот интересным маршрутом, посетив тот самый тоннель, он по дороге и на него не нужно далеко ехать, можно пофотографироваться, посмотреть на все это сооружение тех лет, друзья, дальше переехать сюда, ближе к Верхнему Содому и также прогуляться этой дорожкой, посмотреть на поместье, на тот самый храм и зайти на замечательное озеро. Я думаю, каждому понравится, но конечно же этот маршрут популярен в межсезонное время года, скажем, какая-нибудь поздняя осень или зима, так как все заросли и листья опадают и здесь более видно все вот эти строения, все остатки, руины, вот, но когда летом здесь, друзья, здесь атмосфера таких, знаете, джунглей, все от воды живет, все зеленое просто невероятно, я всем крайне советую хотя бы раз в жизни сюда попасть и если вы никогда здесь не были, крайне рекомендую. Друзья, ну вот такой получился интересный маршрут, абсолютно несложный, но очень-очень интересный. Мы посмотрели на древнее поместье, посмотрели на интересный старый храм, вот такие остатки той эпохи в виде озера, где выращивали порой. Одним словом, если вы здесь не были, я крайне рекомендую посещение подобные места. Ведь такого в Крыму все меньше и меньше, да и тем более таких кравских зданий. Ну а на этом все, обязательно подписывайтесь и ставьте лайки. Все ваши действия по алгоритму YouTube помогают нам продвигаться вверх и нас становится больше, друзья. Ну и самое главное, не забывайте, что у нас есть группа в Telegram, обязательно подписывайтесь на нас в Telegram, у нас там будут интересные координаты, мы скидываем все спойлеры, куда мы ездим, ну и вообще интересную информацию. Ну а на этом все. То ли еще будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok